Нет, ну это же зависит все равно от хозяина. Кто-то хозяин, все равно пожаднее, кого-то не пожаднее. Красноярские водители, как всегда, не на камеру рассказывают, кто и почему хочет повышение цен. По их словам, 19 рублей за проезд – вполне нормальная цена. Выживать можно. Но только кто откажется от былых доходов? Правда, есть в этом и объективная сторона. Тариф не менялся полтора года, и за это время ситуация в стране изменилась. Настолько официальная инфляция у нас в районе 10% в год, а еще кризис и дорожающий бензин. Больше половины красноярских перевозчиков обратилось в Министерство транспорта с требованием пересмотреть тарифы. Сейчас специалисты изучают предоставленные документы и доводы, которые привели предприниматели. Решение будет принято в ближайшие полтора-два месяца. Стоимость обозначают перевозчики от 25 до 34. Основные критерии повышения – это расходные материалы, запчасти. В общем, все финансовые и экономические показатели они предоставляют, но в основании которых мы и делаем расчеты повышения заработной платы, повышения ставки по ОСАГО. Многих красноярцев ценник в 25 рублей за проезд категорически не устраивает. Люди говорят, что цена не соответствует качеству перевозок. Автобусы грязные, на маршруте мало машин, а в час пик маршрутки переполнены. Куда еще больше-то? Чего уже наглеть-то? Лучше бы стоимость солярки, бензина бы снизили бы, и все нормально было бы. Я приехала с севера, мне все равно. У нас цены там еще дороже. Я уже здесь три дня нахожусь. Быстро, всегда, и ждать не приходится. Стоит улучшить, наверное, количество автобусов, потому что некоторые очень много ждут. И, наверное, водители, они постоянно устраивают свои гонки, и меня это очень не устраивает. Качество обслуживания нужно менять. Хочется, чтобы всегда объявляли остановки, чтобы убирались в автобусе, и чтобы следили за тем, чтобы пожилым людям уступали мистерам. Будет ли повышен тариф, пока неизвестно. После того, как специалисты изучат документы, они передадут отчет в правительство края. Именно там тариф должны будут утвердить окончательно. Но процесс может затянуться, ведь впереди выборы, а перед ними горожан стараются лишний раз не волновать. Некоторые эксперты говорят, что сначала пройдет избирательная кампания, а уже после этого мы узнаем, во сколько нам обойдется проезд. Димит Лабушев, Сергей Кашин, Афонтова. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok